что изучают гуманитарии дорогие друзья добрый день мы продолжаем сезон подкаста что изучают гуманитарии который называется антропология звука он посвящен современным аудиальным исследованиям и мы поговорим о том что и как мы слушаем и слышим почему звук и сопряженные с ним понятия шум тишина музыка становится сегодня объектом интереса гуманитарии в самых разных дисциплин как звук вписан наши социальные и политические контексты и возможно ли сегодня критическая теория звука и с нами в эфире наш гость павел арсеньев поэт переводчик специалист материально-технической истории литературы главный редактор журнала транслит автор текстовых и звуковых инсталляций ассоциированный исследователь кафедры словистики женевского университета здравствуй павел здравствуй к ним можно на ты да павел автор многих статей в нло автор недавно вышедшей книги литература факта и проект литературного позитивизма в советском союзе 1920-х годов а также автор книги физиология языка и дискурсивная инфраструктура авангарда которая будем надеяться выйдет в нло в не столь далеком будущем и о которой мы собственно сегодня поговорим и первый вопрос мой к тебе будет таков твой интерес к фонографии в литературе исходит из изначально тебя интересующего соотношения литературы и материальности да если мы берем вообще историю литературы как историю истории техник материальных структур что это за истории через какие формы материальности история литературы может быть описано да спасибо за представление и вопрос действительно будем надеяться что книги продолжат выходить потому что у меня как бы написано три книги и вот одна даже вы издана издана у вас хотя я продолжаю работать даже над ней как это часто бывает вот можно сказать что книга в моем представлении примерно соответствует периоду или так называемому эпистемическому моменту которых вот у меня соответственно в голове три первый это научно-литературный позитивизм в первой половине девятнадцатого века второй период или вторая история это физиология языка второй половины девятнадцатого века и наконец третий это вот те самые фактографии или фактографический неопозитивизм двадцатых годов о которых книга уже опубликована можно сказать что я начал рассказывать и публиковать эту историю в том же в порядке в котором она на самом деле писалась и исследовалась и после изданной книги о литературе факта я как бы тусуюсь теперь постоянно в двух оставшихся периодах да то есть в осенний семестр в первой в весенний во второй половине века девятнадцатого обычно на каникулы приходится сохраняющийся интерес к авангарду закономерно приходящим определенный момент кто или иной форме изгнания или миграции поэтому как-то правильно допускаешь в вопросе у материальности литературы что ли несколько историй как и сама эта материальная история или материально-техническая история я бы предпочел называть это только одна из но как надеюсь нам придется убедиться одна из самых интересных впрочем и она появляется не на пустом месте а смещая и усложняя то что можно было бы назвать научно-технической истории литературы собственно как я пишу в этом предисловии уже вышедшей книги еще до того как литература будет обнаруживать собственную материальность ее уже начинают интересовать синхронный научный контекст 19 веке и если мы говорим о литературе вот такой исторической перспективе мы не можем упустить из вида что в 19 веке литература сама мыслит себя скорее областью представлений большей степени и намного в меньшей степени понимается как материальная практика исследования по истории социологии науки очень быстро засекли момент что наука вот не сводится к идеям и даже записям но больше значительной степени существует как некая материальная лабораторная практика до серии операций мануальных технических и так далее но литература очень долго вдохновляется как так научными идеями а не практиками именно поэтому она собственно избирает своим зеркалом те идеи которые существовали в 19 веке а не те практики которые появятся чуть позже в общем можно сказать что у литературы как бы несколько способов стать современной и сперва это именно способ через научные идеи и только вот во второй половине века эти научные идеи опосредуется некоторой технической материальностью да и соответственно интересом технической технической материальности у самой литературы собственно так называется мой курс свободный университете который я считаю история объективности или как литература стала выглядеть современной и здесь конечно ударение не только на современность но и на слово выглядеть и соответственно разные скорее визуальные способы амальгамирования да на научных практик или точнее научных репрезентаций которые создавались и которые литература или точнее даже можно сказать литература реализма как-то учитывала своих экспериментаций вот но в этом разговоре как уже было сказано мы сосредоточимся во первых на аудиальном измерении а во вторых именно на второй половине 19 века когда от литературного позитивизма дело переходит к физиологиям языка вот и я надеюсь это и будет собственно заголовком книги а скажи пожалуйста в какой момент в истории литературы начинаются ее взаимоотношения с фонографией то есть внимание к звуку к звучащей речи или это соотношение соприродной литературе самого начала ее зарождения и в каких формах это происходило и реагирует ли разные направления в литературе по-разному на изобретение фонографа как такового да ну собственно отчасти ответ заключен в вопросе если мы называем взаимоотношениями с фонографией то очевидно они начинаются с изобретением фонографа или фонографии как бы долитературной еще как опять же такой квазилабораторной да что там собственного лабораторной процедуры но скажи пожалуйста ведь литература как бы как как вот область деятельности она начинается как кажется задолго до того как появляется письменность она существовала в устных формах до этого да 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 поэтому кстати намного позже будут говорить о вторичной оральности как мы знаем и так далее на самом деле действительно звук особенно звучащая речь зачаровывала поэтов всегда особенно собственное иногда народное но тут важно понять вот эту вот звучащую речь как технический объект а не как просто источник каких-то вдохновений потому что пока божественный глагол до слуха чуткого касался это подразумевала некую мистифицированную ситуацию описываю не в терминах акустики да а скорее в терминах некой философии языка ну можно сказать трансцендентальной философии языка фраза принадлежит как мы понимаем пушкину и датируется двадцать седьмого года понадобится 50 лет ровно 50 полувека отделяют вот эту ситуацию от семьдесят седьмого года когда собственно фонограф будет запатентован и когда писатели получат во всяком случае техническую возможность еще не обязанность а возможность услышать свой голос записи и которые они до этого года просто технически не имеют как они не имеют возможности записать например какие-либо другие звуки в природе или искусственные они уже существуют кстати да заводы фабрики но по-прежнему все проходит через сито языка что я имею ввиду когда тургеневу нужно описать красоту песни соловья или фиэту трели этих самых этого этих самых соловьев они вынуждены пользоваться символами русского алфавита как бы просеивая этот природный звук через решетку человеческого изобретения пусть и столь древнего как язык и мы знаем что получается да получается что-то вроде фьють фьють и мы так обычно и читали в школе это фьють фьють мы не нам не включали запись с разрушением монополия алфавита на запись и хранение информации 1877 году песни соловья могут быть записаны как таковые я неспроста делаю акцент на как таковые потому что это свяжет нас уже с будущим сюжетом слова как такового кроме шуток примерно здесь же где тургенев боль больше не обязан пытаться изображать соловья начинает свою историю заумная поэзия поскольку технологии записи несовершенной то то что на них слышно больше конечно похоже пока не на сладкие трели а на некие потусторонние звуки до такой primal scream как собственно будет называться один из рассказов посвященный также звукозапись или точнее звукосчитывания в общем я имею ввиду что звук благодаря этому изобретение начинает восприниматься очень физически и если можно его записать на вращающийся валик а потом пустить по нему иглу граммофона считывать получившиеся то почему бы не пустить эту же иглу по черепу да или любой другой поверхности то есть велика доля вот такой изобретательности что ли в любых вопросах звука я с удивлением обнаружила что вот это фьють фьють в разных языковых и культурных контекстах звучит по-разному то есть одно и то же мяуканье кошки это только в русском но мяу мяу а вот в немецком он уже совсем по-другому звучит как и мычание коровы и так далее то есть слух наш как-то очень по-разному схватывает ну да разумеется это тезис скорее лингвистов до тезиса лингвистической относительности с таким легким креном фонетику и тут пока даже фонограф не нужен для таких компаративистских замечаний но сама вот эта кросс культурная кросс национальная история она конечно будет в любом случае замешана в нашем разговоре сегодняшнем поскольку и сама литературная история 19 века и история науки она уже не изолирована в одной национальной традиции да одни изобретения или там одни ученые влияют на других ученых как бернарна сеченова одни писатели едут другим писателям как тургенев в париж к залео флаберу вот и поэтому здесь происходит что-то вроде начинается что-то вроде совершенно очевидного трансфера не только между литературой наукой но и между разными скажем так национальными традициями если мы берем техническую речь так как ты его определил то были ли отношения литературы и фонографии бесконфликтными взаимодополняющими или эта история конфликта противоречия например диссонансы между условно классической литературой и условно фонологической да конечно здесь изначально зашит некоторый конфликт потому что не всякая литература одинаково реагирует вообще в равной степени замечает изобретение фонографии но поскольку она изначально поддерживает разные отношения с звуковой стороной языка как мы понимаем там проза и поэзия это в принципе две разных истории и я рассматриваю это различие не сугубо литературно а как следствие разных отношений литературных родов литературы с соответствующими исследованиями и научной и технической эволюции ну смотрите сначала когда происходит этот переход от позитивизма литературного к физиологиям языка еще критику и теорию литературы наводняют просто метафоры да сохраняется очень много такого позитивистского оптимизма в фразеологии ну собственно само понятие физиологии оно существует задолго до того чтобы значить что-то непосредственно связанное собственно с физиологией а это скорее такие социологии нравов но вот уже в 60-е годы во франции экспериментальная фонетика бриали начинает пристраиваться рядом с экспериментальной физиологии бернара а в россии от этого же бернара при посредстве сечного фигура врача появляется в романе лишних людей тургенева и позже в экспериментальном романе золя что интересно что если в прозе натуралийской прозе к примеру физиологии это образ действующего лица включая повествователя то в модернистской поэзии это уже образ действия самого языка но тем примечательное что следы этих действий также ведут в ту же самую психофизиологическую лабораторию где на месте лягушки просто теперь оказывается носитель диалекта и такое странное соседство серьезных битв за референцию да в романах идей с первыми гласололическими экспериментами 19 веке можно объяснить только этим только одним способом проследовав за каждым из этих литературных синдромов в психофизиологическую лабораторию поэтому собственно для меня разговор о звуке в поэзии или французского модернизма или русского футуризма невозможен без учета вот этой предыстории физиологической эстетики и эмпирической науки 19 века о принципах которой да еще недавно рубились персонажи повествовательного вымысла и вот она тут же применяется самой практике поэта скажи пожалуйста твой тезис я процитирую сейчас из еще не вышедшей книги физиологии языка и дискурсивная инфраструктура авангарда так вот тезис таков за умная поэзия стоящая в основании всего авангарда это бессознательная эмуляция работы фонографа можно ли сказать тогда что исторически слово значащие означивающие монополизирует литературное творчество фонология фонография речи чистого звука эмансипирует его творчество процесс литературный ну да есть некоторые предположения что техническое изобретение и научные теории действительно возлагались некоторые такие квазиполитические надежды по эмансипации речи или даже революции языка чему собственно и посвящена книга о литературе фактов в новой книге я решил двинуться дальше в археологию модернизма что вполне логично было сделать после исследования того периода когда техника была у всех что называется на устах и на глазах и конечно в ушах причем была там сознательно а не как у нас сегодня только в полуха и в полглаза и поэтому она собственно производила такое сильное теоретическое в том числе впечатление новое книжное предприятие исходит из того что фактографическими студиями 20-х годов случае сближения литературных фактов с техническими не исчерпываются а что ли только наконец становится сознательными история же без сознательных контактов литературы с техникой начинается намного раньше по моему убеждению появление на технологическом горизонте фонографа во второй половине века его патентует эдисон в 1877 году оказал им на литературную эволюцию такое же решающее значение как и изобретение дагеротипа в первой половине века он в свою очередь запатентован в 1839 даже в визуальном искусстве вопросы реализма постепенно сменяются или осложняются вопрос индексальности звука ну вот есть такое известное сравнение медиума фото аудио и печатной фиксации с трансформациями воображаемого реального и символического по мнению фридриха китлера за звуком должна быть установлена параллель с реальным постлакановском смысле я же отверждаю в одной из глав что измерение аудиального также можно связать с пирсовской категории индексального тем более что иконический тип знака идеально совпадает с фотореализмом не говоря уж про символический тип знака совпадающий с печатным знаком в общем я стараюсь удерживаться между двумя этими системами координат лингвосемиотической чувствительности равно как и материально технической как я опять же уже старался это практиковать с двадцатыми годами до того как звук начинают транслировать по радио монтировать с помощью магнитофонной ленты или вовсе синтезировать электронно его научились записывать и в этих записях было что-то по-настоящему дикое внутреннее и заумное как собственно и настаивали в отношении своих стихов ранние футуристы поэтому я и связываю в этой книге столь резко рванувшую эволюцию русской литературы можно сказать рванувшую в сторону звука в 1913 году с появившимся тогда же в широком коммерческом обращении фонографом в этом году крученых можно сказать эмулирует звуки записанные с помощью несовершенной тогда еще техники если задать вопрос что делает заумная поэзия то мы неизбежно придем к выводу что она делает нечто подобное тому что делает фонограф она записывает звук голоса до понятий она не фиксирует не держит что ли понятия она фиксирует исключительно звуковые сигналы и вот ровно это же делает фонограф и ровно это же ему ставили сперва выпрек что он не думает достаточно да что он не думает человек в категориях человеческого языка да что он дает какой-то просто странную запись каких-то шорохов шумов может быть трели соловья да может быть как как того как шуршит камыш может что то еще но это это как бы не человеческий звук да это ненормальная речь и поэтому это нам не может быть полезно также как и заумная поэзия как мы понимаем правильно ли я понимаю что технологическое бессознательное оно в том смысле что они как бы не рационализирует речь или слышимое посредством означивания и что вообще мы начинаем слышать благодаря фонографа как расширяется амплитуда слышимого или регистрируемого слухом начинаем ли мы слышать то что не слышим естественным слухом или мы начинаем слышать наконец то что слышим естественным слухом но не обращаем на это достаточно внимания ну когда я говорю о технологическом бессознательном прежде всего я имею ввиду что для авангарда техника была уже сознательным компонентом экспериментального отношения к языку до этого она сознательно использовалась только в науке а если и попадала в литературу то чаще всего передавалась и посредством науки ведь что делает фонограф науки он записывает речь до языка иногда даже просто голос до речи то есть опять же не слова а скорее звуки причем это не идеализированные в буквах фонемы которые появятся намного позже а то что реально произносят носители диалектов именно такие провинциальные носители и послужили основанию экспериментальной фонетики когда первые фонетисты поехали записывать их из парижа экспериментальная фонетика в отличие от кстати современного ей экспериментального романа а не ограничивается только заимствованием идей из физиологии бернара она еще пользуется той же самой записывающей техникой что изобрел жюлитин морей будущий изобретатель кино эта техника позволяет фиксировать любые движения в том числе движения артикуляционного аппарата на графической поверхности этот момент и уловил бриаль который считается основателем научной лингвистики мишель бриали занимал соседнюю с клодом бернаром кафедру в коллежде франц где он демонстрировал полученные осциллограммы и настаивал на необходимости исследования именно живой речи вместо мертвых языков которыми тогда увлекалась еще немецкая филология вот этот аргумент живой речи вместо мертвых языков он конечно является риторически просто непобедимым но что еще интереснее что помимо риторики есть вот эти самые осциллограммы которые действуют опять же помимо языка своим видом и это первый случай когда речь появляется не в форме букв а в форме каких-то вот странных графических сигналов на этих лекциях присутствует фердинанды сосюр который был учеником мишеля бриаля а в будущем станет основателем структурной лингвистики как это принято стало называть и в теории сосюра тоже будет мелькать некий звуковой образ и мажик у стик как мы знаем который можно возвести к вот к этой самой осциллограмме но что еще интереснее на этих же лекциях сидит поэт символист гюстав кан который тоже не может не заметить что во первых аргумент свободной живой речи и которая освободилась от устаревшего оборудования до александрийского стиха да еще и основанная на импирике языка народа что вот этот аргумент он прозвучит в поэзии еще лучше чем в аудитории а во вторых гюстав кан не может не заметить и тех аналогий которые возникают между рванными краями осциллограммы и строфика верлибра как это немного ранее определил и ремей бентам что такое поэзия ведь когда строчки доходят до правого края страницы это проза когда им этого не удается то это стих вот примерно такой же графический характер имеет и осциллограмма причем чем более свободный и нерегулярный ритм имеет место записанном голосе тем более прихотливая и графическая кривая это осциллограммы наконец спустя пару десятилетий ученик кана филиппа тамазо маринетти уже будет утверждать что символистка оверлибра изобретенного к нам недостаточно и новые технические изобретения требует выпустить слова на еще более радикальную свободу продолжая тем самым техническую эволюцию литературы и эта техника станет литературная техника станет известна как пароль ин либерта слова на свободе ну а когда еще один из учеников и коллег сосюра будет преподавать уже в петербурге ему в свою очередь придется участвовать в диспутах своих же учеников формалистов и их товарищей футуристов о слове как таковом поэтому я и утверждаю что эпистемологическим бессознательным заумной поэзии в версии крученых во всяком случае является эмпирическая фонетика это в свою очередь указывает и на их общая с фонетикой технологическое оборудование которым был фонограф эту гипотезу подтверждает и позднейшее институциональное поведение некоторых заумников например александра туфанова туфанов кстати до того как образовать заумный орден он был студентом филологического факультета санкт-петербургского университета и в 1921 годах ездил собирать частушки в архангельскую и костромскую губернии и вот именно в ходе этой филологической практики он приходит к выводу что народ в своих поэтических композициях концентрирует внимание не на смысле а на звуках поэзию звуков цитирую ставит выше поэзии мыслей то есть фактически туфанов повторял то что проделали уже французские фонетисты собиравшие провинциальные диалекты записывавшие голос народа и вот благодаря этому контакту с голосом народа и осуществленного благодаря оборудованию фонографа можно увидеть а скажем так далекую перспективу изобретения заумной поэзии в ее продолжение в свою очередь туфанов предложит даже создать фонетическую лабораторию в генхуке ориентируясь на тот трансфер научности который уже осуществил там матюшин взяв очень многое из психофизиологии зрения гельмгольца матюшин говорил о необходимости такого затылочного зрения отдельный большой разговор в общем если крученых и не раскрывал свои научные источники вдохновения ограничиваясь только указанием на вот пощечину общественному вкусу может быть это было главным его источником вдохновения то туфанов прямо указывает на павлова и бехтерева занимающихся психофизиологическими исследованиями в те же годы и в том же городе а также издает книги на обложке которых совмещаются манифестарное к зауме с академическим подзаголовком о функциях согласных фонем я готовясь к нашему разговору и прочитав твою книгу вчера с удивлением обнаружила что буревестник горького это очень такой себе психофизиологический ритм то есть там во первых огромное количество буквы r а во вторых сам ритм построен так что кажется что это камушки которые перекатываются волной но я бы не прочитала его так если бы не прочитала до этого твою книгу не услышала вернее бы даже этот ритм поэтому да очень интересно что у писателей поэтов которые совершенно себя не мыслили фонологическими да ретроспективно можно найти что-то слышимое ну да и это не только твое удивление многие писатели уже тогда когда фонограф был изобретен собственно тоже не слышали так сказать его эстетических следствий да они не могли уловить и здесь может быть примечательнее как раз история не тех кто взялся тут же эмулировать работу фонографа в заумной поэзии как я полагаю а те кто реально пользовался этим фонографом но не мог так сказать к нему как следует подключиться вот и это собственно история толстого ну давай тогда поговорим о толстом я выполню функцию спойлера и скажу нашим слушателям что ты описываешь эффект соматической трансмиссии да толстой пытаясь записать на фонограф речь о свою пречь о повешенных и задыхающихся крестьянах свое будущее произведение таким образом записывая да сам невольно начинает задыхаться а были ли в истории поэзии и литературы попытки сознательно передать соматику через ритм и поэтику или может быть о толстом ты расскажешь чуть подробнее да да конечно ну вот как я уже сказал на самом деле первые опыты первые попытки связать скажем так физиологию речи или ритм поэтического конкретно языка с чем-то внешним не через представление да именно через ритм они начались опять же французском символизме и толстой был о них осведомлен он кстати ругал французских символистов в своем трактате об искусстве но именно они стали говорить о том что возможно поэтическая речь связана с какими-то вселенскими ритмами версия рене гиля или вот в случае гюстава кана которым я уже говорил просто с психовизиологии говорения связан стих и в этом смысле может быть освобожден от жестких александринских ритмов метро простите и быть ближе что ли к народной речи народной речью в таком вот версии vox populi очень интересовался и толстой и в этом смысле он как и многие русские писатели до него пытались так сказать подключиться к социальному телу страдающему социальному телу и организовать какую-то трансмиссию с этого страдающего тела на писательский стол и у этого есть ну как бы разные способы но раз зашла речь о толстом остановимся подробнее на его случае поскольку мне кажется может быть даже более примечательным да потому что он не сводится к просто прославлению новых технических средств как случае там итальянского туриста маринетти до которого все от самолета до там не знаю жужжащего пропиллера до соответственно кино вызывает огромный энтузиазм версия ситуация толстого она интересна потому что он прожил слишком долго можно сказать что он пережил свою меди эпоху ну вот мы все знаем что его называют зеркалом русской революции и мне кажется очень симптоматично это цитата это это определение ленина потому что но ориентирована эпистемологии чуть ли не начала 19 века потому что вот эту метафору первым используют в литературе полевой николай полевой еще в 1832 году когда скажет что необходимо показывать пороку и глупости простое зеркало в истории в котором простите видели бы они уродливые свои хари пороку и глупости пороку и глупости простое зеркало в котором видели бы они свои уродливые хари вот такое вот как бы милитантное задание дает полевой физиологическому очерку который интересным образом уже называется физиологическим да но как бы из этого пока не делается никаких эпистемических следствий он просто так называется. И у этой метафоры, как мы понимаем, большая карьера, впереди концептуальная, но вот реально Толстой уже живет не в эпоху отражения, а в эпоху звукозаписи. А его смерть и вовсе совпадает с годом первых регулярных радиотрансляций и присуждения Марконии Нобелевской премии. И вот этот момент, когда он в конце своей жизни, и конкретно в 1908 году, оказывается перед фонографом, лично подаренным ему Эдисоном, я и делаю кейсом одной из глав книги, которая пока вышла только по франкоязычной версии в форме статьи. Это пример почти фантастического попадания пользователя медиасферы 19 века, где преобладала конторка и под вопросом оказывалась даже железная дорога еще. Попадание вот такого пользователя в ситуацию даже не просто физиологии языка, там, find the cycle, а фактически уже той самой дискурсивной инфраструктуры авангарда. Уже ведутся эксперименты с радиотрансляцией, уже скоро будет передаваться звук по радио и так далее. Собственно, Толстой поэтому оказывается невольно и, может быть, нежеланно для себя чем-то вроде первого инфлюенсера, потому что, ну, понятно, что его социальный капитал и символически огромный, и вот заумникам, молодым хулиганам из Петрограда никто не дает, не дарит фонограф. Эдисон не дарит им фонограф, им приходится скорее воображать контакт с этим техническим средством. Тогда как Толстому его присылают вот прям в эту ясную поляну, и он там осуществляет первые сессии или попытки звукозаписи. Всего за пару лет до первых манифестов и опытов звукописи будет ли Анна Мезаумник. Для чего он это делал? Он делает это, потому что считает, что так он сможет повлиять, поэтому я называю его инфлюенсером, на правительство и на изменить собственно политический курс современности, что сегодня вообще кажется невероятно амбициозной задачей, когда у нас на самом деле довольно много средств записи и передачи информации, но вот так по-толстовски переломить ситуацию уже никто не рассчитывает. И поэтому он собственно реагирует своим голосом на произошедшее в Херсонской губернии повешение крестьян. Более того, он очень подробно описывает это повешение и вот практически в той технике, которую потом Шкловский коронует как остраняющая, он даже там не бронится, а он просто очень подробно физиологически описывает, как происходит казнь через повешение. Он описывает, как завязывается узел вокруг шеи, затягивается узел на шеях, как из-под их ног значит выбивается табуретка, как они корчатся. И вот все это на самом деле мы знаем уже из статьи, которую он запишет на следующий день после того, как ему не удастся записать это аудиообращение. Это звуковое сообщение, как сегодня сказали бы. Вот. И вот об этом эпизоде обычно ну как бы никто не говорит. То есть все знают про эту статью, все анализируют, что в ней сказано, но никто не анализирует, скажем так, медиатехническое измерение ее создания. При том, что ее заголовок отчетливо указывает на нее, как вы уже, наверное, догадались, я говорю о тексте под названием «Не могу молчать». То есть у Толстого есть желание высказаться по некому острому политическому вопросу. Это желание зафиксировано в заголовке статьи, но редко рассматривается вот в реальной психофизиологической и технической ситуации этого высказывания. В известном смысле Толстой и сам, наверное, удивился бы и нашему интересу к этому эпизоду, ну, для него просто проходному, неудачному и так далее, поскольку он-то был обуреваем гневом по поводу политического события, а не по поводу собственно своей встречи с фонографом. Но мне кажется, в этой встрече было нечто, что говорит о его, может быть, бессознательной, опять же, чувствительности к происходящей встрече с фонографом и происходящему, может быть, переоформлению правил релевантности политической речи. Поскольку мы знаем от его денщика, что после очередной неудачной попытки записи Лев Толстой начал задыхаться. И мы не знаем, от чего Лев Толстой начал задыхаться, душил ли его гнев от происходящих политических казней или от того, что он, так сказать, не мог найти подхода, не мог найти верного подключения к этому самому фонографу. Как, кстати, очень часто происходит на разных филологических конференциях. Участники не могут включить то Zoom, то свою презентацию. Вот, это как бы стигма людей букв. Они не всегда хорошо умеют обращаться с техникой. Можно привести одну цитату? А может быть, запись голоса у тебя есть? Да, но примечательным образом мы в ней не услышим, так сказать, того, что хочет сказать Толстой. Продолжение следует... Нельзя так жить. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Каждый день только в соответствии того, что какая-то жизнь за счастье им 20 мужиков болезни. 20 детей. И в паузе и другие продолжаются разговоры о приезде коры и все кажется в страну. Ну вот вы услышали примерно 20 секунд толстовской речи, что мне кажется уже само по себе удивительный контакт, физический контакт с 1908 годом с телом Толстого. Очень резко звучит, как выкрики. Да-да-да, это почти как бы уже митинг 1917-го, но на самом деле к 1917-му будут техники ленинской речи, о которых будут писать формалисты, они уже сильно эволюционируют, мы можем об этом потом попозже поговорить, но сначала все-таки дадим высказаться зеркалу русской революции. В этой статье на следующий день Толстой пишет, цитирую, надеюсь, что мое обличение этих людей, имеется ввиду тех, кто привел к казнему, вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу и в котором я не могу не чувствовать себя участником совершаемых вокруг меня преступлений. Ведь все, что делается теперь в России, делается во имя общего блага, во имя обеспечения и спокойствия жизни людей, живущих в России. А если это так, то все это делается и для меня, живущего в России, говорит Лев Толстой. И поскольку Толстой не желает, чтобы все эти убийства совершались в том числе и от его имени, он не может не только молчать, и поэтому говорит, или точнее пишет о том, что не может молчать, но он и буквально предпочитает удавиться. Вторая и последняя цитата, которая, собственно, должна быть слышна на этой записи. Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить. Не могу и не буду. Затем я пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу и в России, и вне ее, чтобы одно из двух или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно осознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего, так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье, надели на меня так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак, и так же столкнули скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю. Конец цитаты 1908 года. Очень сильно. Да, но все-таки Лев Толстой, притом пишущий, а не говорящий. Обратите внимание, что вот то, что мы слышали и то, что производит впечатление как зарегистрированное, записанное акустическое событие, как раз не позволяет добраться до смысла сказанного, потому что оно, не слышные слова, но оно производит впечатление именно как индексальный объект, ну, на меня во всяком случае, потому что во всяком случае я могу прочитать параллельно этот текст, а голоса Толстого из текста я услышать не могу, а вот звукозапись позволяет. С другой стороны, для Толстого, конечно, была важна исключительно вот эта бронебойная сила его слов, не учитывающая акустического измерения, то есть сам смысл слов. Он хотел не столько распространить запись, сколько смысл своих слов. И вот эта воображаемая мысль, передаваемая на расстояние, скажем так, она очень долгое время уже в радио эпоху существовала, ведь первые радиопередачи это на самом деле не звуковые трансляции, это трансляции кода, азбуки Морза так называемые. Но вернувшись к Толстому, я хочу закончить этот эпизод тем, что вот здесь мы пока, я пытаюсь показать, как работает вот эта соматическая трансмиссия даже вопреки или бессознательно для русского писателя, великого писателя земли русской, как ему предложил себя называть Стругень, а он отшутился. И в этом смысле, наверное, был более доколониально настроен. Толстому тогда пришлось сказать земли, а почему не воды русской. То есть вообще я считаю, что Толстой, конечно, в его замечаниях о технике, о тех же железных дорогах, о звукозаписи, фотографировании, он был чувствителен, так сказать, к материальности. Но одно дело опять обсуждать абстрактно некую техническую новинку или научную теорию, а другое дело заметить их в своей собственной практике. И вот здесь, мне кажется, в этом эпизоде с солидаризацией мы видим, как вот эта техника соматической трансмиссии существует уже на излете, так сказать, великого XIX века, где Толстой не через воображаемую идентификацию с какими-то народными страданиями абстрактными, а через фактически соматизацию вот этих удушаемых режимом царистским крестьян желает задавиться сам, как он говорит в статье, а за день до этого реально задыхается и плачет перед фонографом. Вот мне кажется, здесь происходит не просто абстрактная солидаризация с угнетенными, чем часто промышляли русскоязычные писатели, но и соматизация с ними. И вот это я называю соматической трансмиссией с тела народных страданий на писательский стол, или в случае записи на фонограф уже не стол, а вот некий акустический кабинет. Почему люди так боялись фонографа в момент его возникновения? Я процитирую из твоей книги «Первая публичная демонстрация фонографа в России привела к тому, что хозяин говорящей механической бестии был привлечен к суду, приговорен к нескольким месяцам тюрьмы и денежному штрафу за мошенничество». Что такого угрожающего нашли в этом приборе? Хотя вот исходя из твоего предыдущего ответа как-то стало ощутимо, что вот это неконтролируемое соматическое может быть опасно, но я думаю, что причина была не в этом. Скорее всего, сам факт воспроизведения человеческой речи, который я звучала не так, как привычно было слуху. Ну да, ведь на самом деле тут есть несколько тоже серий причин, но, наверное, главное заключается в том, что в это время технические новинки, как фонограф, и в то же время литературные провокации, как заумная поэзия, они все еще существовали на правах чуть ли не алхимии. То есть это все где происходила демонстрация, например, работы фонографа? Она же происходила не в научном обществе, куда на самом деле стражи режима могли бы и не добраться. Она происходила где-то на ярмарке, например, или там на площади. То есть она выглядела на самом деле структурно как ярмарочный аттракцион. И вот можно вспомнить этого карлика, играющего в шахматы, который тоже производил немалый фурор, даже если внутри там скрывался реальный человек, но сама вот эта пограничность человека, куклы, механизма, она, конечно, вызывает самые сильные переживания, особенно у тех, кто не готов был размышлять о, так сказать, подвижности человеческого или его границей с техническим. Вот. Поэтому запись этого самого голоса могла вообще восприниматься как кража, как, собственно, кстати, это происходило с фотографией, которую еще Бальзак подозревал в краже значит, неких слоев, неких фемиологических слоев его тела. Как магический слепок реальности. Да, 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 да. То есть вот тут виден узел отношений литературы или даже, можно сказать, литературной эпистемологии, потому что Бальзак в этом убеждении опирался на некоторые теории своего времени, с техническим изобретением, собственно, с литературным воображаемым, потому что если Бальзак все-таки направляется в декеротипную мастерскую Нодара и все-таки делает там этот снимок, о котором мы потом знаем из мемуаров Нодара, где он говорит о том, что он завладел этим снимком, то даже в словах Нодара звучит ощущение, что мы имеем дело с какой-то кражей одного из слоев тела. И я думаю, что голос в тот момент, когда был изобретен способ его чисто физической записи изменил ход развития литературы не меньше, чем это произошло в случае изобретения дегеротипа. Чуть точню по датам. Значит, дегеротип изобретается все 30-е годы и патентуется в Париже в 1839 году, после чего собственно во многом и раздражается тот спор о реализме, который мы обычно опять же не склонны связывать с какими-то техническими и научными изобретениями. Проходит 40 лет и Эдисон патентует фонограф и мне кажется, что вот после этого технологического события литературе как бы приходится иметь дело. Она не обязана эмулировать его или о нем посвящать ему собственно повествовательное течение текста, как это происходит например у Бернадо Шоу в Пигмалионе, которое фактически целиком посвящено фонетическому кабинету и так сказать социальным эффектам этого. Но этот объект он уже существует, его уже нельзя вынуть из истории, истории науки, истории техники, и поэтому даже истории литературы как бы приходится с этим что ли считаться. И вот на такой необратимости на эволюции технических объектов я настаиваю как чрезвычайно воздействующий и на литературную эволюцию. Обратите внимание, что понятие литературной эволюции Тыняновым на самом деле тоже ведь заимствуется из определенной эпистемологии из Дарвиновской. Понятие литературных техник, которым начинает щеголять Шкловский в то же самое время, оно опять же неизбежно намекает на том, что это не просто метафора, а как будто некая эстафета перенимаемая самой эволюцией технических объектов, потому что если это не просто стиль, а именно литературная техника, то возможно он даже подвержен критериям прогресса, возможно даже следующие литературные техники должны учитывать предыдущие и так далее, и так далее. То есть тут вообще появляется такой как бы страшный призрак гипотеза о прогрессе в литературе и искусствах, которого обычно принято было считать ни искусство, ни литература не имеют. Павел, спасибо. Может быть напоследок пару слов о современных художественных проектах, которые тематизируют звук в литературе? Да, можно сказать пару слов, поскольку опять же если постулировать, что литературные техники эволюционируют по аналогии с техническими, то очевидно мы находимся в какой-то новой ситуации, которая еще не описана литературной историей и зачастую теорией. И поэтому вот этими исследованиями этих неизведанных земель я пробую заниматься в художественных проектах, а не строго академических. Ну, собственно, они связаны друг с другом и вот так последний выполненный в России художественный проект назывался «Рефлексологии русского стиха». Он был выполнен для музея Павлова под Петербургом в Колтушах и пытался описать вот, собственно, тот конфликтный узел, который стягивается к лаборатории Бернара, откуда идет с одной стороны некие повествовательные эмуляции интереса к медицине и экспериментальной физиологии, с другой стороны через фонетику этот импульс экспериментации передается не только к Роману Золя или Тургеневу, но и модернистской поэзии, ну и так далее, и так далее. Где-то мы доходим собственно к тому моменту, когда заумные поэты уже открыто требуют учредить так называемый фонетический кабинет, но для этого, правда, понадобится Октябрьская революция. Этот проект собственно может быть интересен хотя бы тем, что он пытался уйти от медиума самой диссертационной работы и был чем-то вроде трансфера монографического исследования в жанр вот такой информационной инсталляции. Но есть и более так сказать акустические проекты что ли. Сейчас я работаю над проектом, который называется «Фрагменты перехваченных сигналов». Ну то есть как сейчас. С 16-го года существуют партитуры на мои поэтические тексты, которые выполнил Алексей Сысоев по собственному почину и вот эти партитуры мы пытались несколько раз поставить в России как бы а сейчас видимо придется прослушать эти перехваченные сигналы в какой-то из европейских консерваторий или институциях занимающихся звуковыми художественными проектами. Что здесь можно коротко сказать? Что само воображаемое некоторых поэтических техник довольно отчетливо отсылает к звукозаписи. То есть тут уже не нужно реконструировать эмуляцию или вот такую невстречу как у Толстого с фонографом при наличии реального фонографа и реальных звукозаписей. А можно сказать о том, что сегодня многие поэтические тексты имеют в виду, имеют в уме, а то и под рукой диктофон или какое-то другое устройство, которое заставляет писать по-другому. Вот именно такую предысторию что ли этих текстов обнаружил Алексей Сысоев и собственно создал партитуру, но пару лет спустя идея того, что сигналы существуют в каком-то фрагментарном виде и собственно перехватываются какой-то неочевидной неназванной инстанцией стала тем более актуальной. Спасибо большое, Павел, за такой интересный экскурс в психосоматику, психофизиологию слова звучащего, речи, физиологию языка. Будем с нетерпением ждать своих будущих проектов и публикаций. Я напомню, что с нами в эфире был Павел Арсеньев, а с нашими слушателями мы встретимся на наших следующих эфирах. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова